Привет, зритель! Давненько я не снимала роликов из серии съедобное, не съедобное, съесть или выкинуть. У меня такой огромный мешок накопился, что я решила разделить на несколько частей, и эта часть будет про чай. Я даже тут с чаем. Правда, у меня уже нет коробочки. Или же она еще не дошла до этого места. Или же она будет потом. Отзывы к этому чаю. Это у меня вообще в руках Дяньхун от Шэннон китайский, который я в начале года еще покупала в магните. Но что-то больше я его не видела. К сожалению, печаль вселенская. Можно сказать, что это черный чай. Ну таки дела. Начну, пожалуй, с японского чая. Из японского города Киото. Из магазина, который есть только в Киото, Токио. И, кажется, в Нью-Йорке, в США. И па-да. У меня есть еще венчик. Но венчик же не чай, дайте этот Чэсэн. Он стоит там, на кухне. Я, наверное, обозревала стопудово. Это было у меня во второй посылке дружеской. Здесь у меня приятели в Японии. Мы с ним в реале не встречались. Оно когда-нибудь это случится. Короче, это Иппадати Киммана Мукаси Маття То, что великоумные называют на мотив Ромадзи Матэча. То, что Любители постебаться слышат немножко по-другому Уберите из Матчи Букутэ Ну и то, что как бы Папа Ливанова Вот тоже Маття Маття Был еще какой-то мультик аниме. Я не помню. Там такая зеленая девочка была в зеленом гостюме. Она называлась Маття Как он назывался этот мультик не помню. Я его не досмотрела. Он мне что-то тогда или не допереводили, или он вообще ангоингом был. В общем, тут очень клевая баночка Сколько он стоил? История умалчивает. Но вы можете зайти на сайт Ипада и ужаснуться Когда я ждала японский чай из Японии, я думала, что человек сделает на отцеписте, покупает какой-нибудь фигнину самого дешевого чая. И вот тебе человек подошел. Очень с умом люблю таких человеков Неожиданно было. В общем, до 26.06.20 года он бы жил, но, по-моему, он закончился раньше. Тут 20 грамм Тут было всего лишь 20 грамм. Но она так бодрила, не поверяйте. Я не помню какая-то из них более бодрит, а какая-то менее бодрит. Но обе они бодрили конкретно. Я помню тогда Вранищу мне курьер доставил эту посылку. Точнее, я проснулась рано, курьер доставил посылку. Чуть позже, чем планировалось, но названивал мне Вранищу. Я такая не спавшая, не выспавшись. Разбираю эту посылку и первым делом заварилась я матью. Но у меня потом человек приду Я говорю, забыл тебя предупредить, она типа бодрит. Я сначала одну чашечку дерябнула, потом вторую чашечку дерябнула, а потом такой вау, энергайзер, у меня тут пакетик. Это было, кстати, мать-то была в пакетике. Вот. Вот такого оно цвета и есть. Я страдать без мать-ти. Но мне обещали вроде как когда-нибудь собрать еще мать-ти. А это вот я открыла опять вот тут. Вот вторая баночка. Та была у нас Киммана Мукаси, а это, насколько помню, Харайна Мукаси. В общем, Харайна Мукаси и Киммана Мукаси. Вот была первая Киммана Мукаси, если вы вдруг в Японии были, есть. Или внезапно в Нью-Йорке и хотите хорошего чая зеленого, который дофига экономично, чуть-чуть вот разбалдал в чашечке, не обязательно с венчиком. Вот мне товарищ говорил, что у них в Японии пьют его по большей части просто бодяжут, ну как кофе растворимый, в чашку кидают водой, заливают горячей, мешают и пьют. И очень мало кто традицию блюдет, вот чисто там уж совсем по каким-нибудь супер праздникам, в каких-нибудь местах. Для меня это было шоком, я была уверена в обратном. Ну, теперь я тоже бодхисатв. И теперь и вы бодхисатвы. В общем, тут у нас написано ХО-РАЙ, ХЕ-У, которая дает двойное О, РА-И. На конце иногда читается как краткое. ХО-РАЙ. ХО-РАЙ на Мукаси. Тоже 20 грамм было. По-моему, оно пакетиком таким, ну, в смысле, наборчиком было вместе с Чесеном. Вот он, пакетик. Вот та баночка. Кстати, она бы дожила до 24-го, 0-6-го. На два дня раньше бы померла. Но, по-моему, она у меня тоже как-то быстро закончилась. Ну, в смысле, не быстро, я ее периодически пила. То запоями, то так. Чайными запоями. А не то, что вы подумали своими извращенными мозгами. А еще у меня была... Это Шаттудова, да? Матя, наверное, это с последней посылки нашей обменной. Моя-то долго шла. Спасибо Почте России. Там Почта России что-то забыла продлить, и поэтому 3 месяца она шла вместо 16-ти, 17-ти, 10-ти дней. А это вот с последней посылочки тоже. Вот, я и забыла, что он мне еще и эту присылал. В общем, тут просто мать-тя из супермаркета. До 06-го, 07-го, 20-го года она бы дожила, но у нее срок годности как бы был. Но, по-моему, она у меня чуть позже закончилась, а может, чуть раньше, честно, не помню. Тут было 100 грамм. Показано, как ее замутить можно венчиком, как ее можно без венчика, как ее вообще бутылочку или в термосик можно задолбашить, потрясти, и будет вам счастье. У меня тут руки в этой пыльце. Ну, кто, если вдруг не в курсе, мать-тя, это порошковый зеленый чай. В Азии встречается не только специально сделанный из зеленого чая, специально накрытого чем-то, и чтобы, по-моему, было счастье измельченный, ну, и какой-нибудь там порошковый чай, синий там из цветов Таиланда, я не помню каких-то там цветов, я их так и не осилила купить или попить. Потом у меня есть где-то порошок розовых лепесточков, я еще на Алиеву заказывала, он так и стоит, иногда использую для окрашивания мыла, иногда еще для чего-нибудь. Он стоит, я из них просит. Так, как я решила, что мы тут обозреваем сначала японский конкретно чай. Сенча, ее же еще, ну, как бы принято назвать Сенча вообще, как бы, да, ну, в России вот чаще встретишь какую-нибудь Сенчу. Последнее время чаще встретишь какую-нибудь китайскую Сенчу, еще тебе будут продавец уверять, вы шо, это чисто японская Сенча, нифига не верьте, открываешь там где-нибудь мелкими буковками написано китайская Сенча, это вообще ад, Израиль, небо и земля, не знаю, как сказать, ничего против Израиля не имею, выражение чисто интернетное. Вот это у нас дожила до 27.06.2020 года, этого же года, тоже Ипода. Слушайте, она такого цвета была, можно сказать, практически изумрудного. Совершенно день и ночь, конечно, вместе, вот у меня есть там гринфилдовская, Japanese Сенча, Сенча, но тут было 100 грамм. Стоила, подозреваю, она вообще, никак не знаю кто. Очень дорого. Ну и там была куча всяких бумажечек, они у меня до сих пор есть, слушайте, там даже, я пощупала, будто бы что-то осталось, но этого не хватит на полчашки. Просто так вот, какие-то кусочки мелкие на руке. Очень классная, шикарная Сенча. Так вот, люди, если вы вдруг приперлись в Нью-Йорк или живете там в какой-нибудь Америке, зайдите вы подойти, купите себе хорошего чая, вы познакомитесь с хорошим зелёным японским чаем, вообще отличным. Ну, там, если в Киото приперлись или в Токио, то тоже зайдите. Я не знаю, у них может, вроде как есть сайты, как бы доставка, но, к сожалению, я подозреваю, доставка в Россию с этого сайта не действует. Ничигетсу. Тоже куча всяких разновидностей. Ну, вот, очень классная. В общем, это прям о да японскому чаю, сделанному в Японии и высланному из Японии. И вот этот был из супермаркета. Обычного. Я хотела вообще тупо сначала попробовать чаю из супермаркета обычного. А это был вот такой элитный там из чая на разве, из чая на разве у нас как бы в России считается подороже, да. Там могут какое-нибудь фуфло продать под охренительной цене, а могут внезапно что-то путное найдешь. Сейчас редко что-то путное находится. Вот про ту сэнчу я говорила, вот. Тебя будут уверять зрители, что да-да, это японская сэнча. Мне в Ярике, правда, один мужик год, что ли, назад или уж два года назад выдал такую эфирическую фразу «Ой, ты Китай давно скупил всю сэнчу и право на сэнчу». Сэнчу у японцев. Я тут на него посмотрела, думаю. Рука, лицо, даже нет, нога, лицо. У меня нога так не завернется, чтобы сделать нога-лицо. В общем, ну, бывают такие кадры. Так что вот, хорошая японская, вообще отличная, что я говорю, хорошая, отличная японская сэнча. Не, это как бы не намек, но если ты, зритель, вдруг внезапно поперся в Японию или там в Нью-Йорке случайно увидел это, и смотришь Лёлю и думаешь, Лёля, какая ты шикарная женщина. Прикиньте, я саму себя женщиной назвала внезапно, случайно. Раньше я себя как-то не идентифицировала с таким гендером. ты снимаешь такие охренительные ролики. Хошь, Лёля, я тебе куплю это овоща, я ей задарю. То я буду совершенно не против. Короче, вот тут у меня ябуки, татья. Это помесь, ну, внешне напоминает, как бы, матью смешали с сэнчей. Сэнчей. Маруяма. Кто на инсту подписан, то я там это, как бы, вопли такие по поводу какого-то там чая купленного на зоне. Писала, что это, конечно, не Ипада и не Маруяма, но всё-таки тоже ничего. В таком вот пакетике из супермаркета до 11 января следующего года оно бы дожило. Но внезапно закончилось. Я была уверена, что мне его хватит до конца года, но как-то вот оно вот взяло и выпилось. И так понимаю, что 150 грамм чая зелёного это как-то мало, товарищи. Ну, прямо в нём внутри было, там никаких других пакетиков не было. Тут инструкция по применению, кто знает, яб поймёт, кто не знает, яб, будет, но знает английский тоже поймёт. Кто не знает, ни то, ни другое, но как бы поймёте и так, потому что тут как бы картинка и так понятно. Ещё одно. Ходзитя. Вообще, как бы, оно, сначала я им не прониклась, но человек понял, что мне надо, ну, я как бы сказала, мне надо бы какой-нибудь чай, вот, ну, есть, может, у японцев какой-нибудь чай, который они вот пьют вечером и при этом спать нормально спят, не мучает их там какая-нибудь бессонница. Сделано в Японии зелёный чай, в общем, это зелёный чай, хоть он и выглядит немножко, как бы, ближе к чёрному, да, по вкусу он напоминает формоза Олонг, сначала он у меня не пошёл, я помню формоза Олонг, ну, сено сеном такое, вообще, вот, кто пил формоза Олонг, понимаем, да, чёрный дракон, но, как бы, потом, под настроение формоза Олонг, очень под настроение, и вот это у меня разнюхалось, я думала, тут 180 грамм, что этих 180 грамм, кстати, тоже Маруяма и тоже из супермаркета, хватит мне на Овер дофига, ну, точно до конца года, но он взял и весь выпился, суки, сито, эти, блин, каких там, канди я ещё не до конца осилила, Оверсильный не до конца, он ещё сохранил свой запах, он даже пахнет, как формоза Олонг, ну, близкий такой аромат, слушайте, такой огромный пакет, 180 грамм, вот, взял и закончился, это, знаете, реально, чай такой без кофеина, вы можете забодяжить вечерком и попить, можете даже в холодном виде его попить, очень вкусный, на самом деле, если проникнуться, особенности молока ещё долить, соевым или ещё каким-то, я не пробовала, вообще соевое молоко, это, как она в жизни делала, я даже не помню, было ли у меня это соевое молоко сделано, когда я уже получила это счастье или нет, ну, вот, пока что идут фавориты, так, ладно, они тут падают, не хотят лежать вместе, сейчас у меня пойдёт на Озоне купленная, очень хороший чай, даже несмотря на то, что его фасовали в России, и выращен он при этом в Китае, как изготовитель ООО «Малком», Московская область, Сергеево-Пасадский район, город Красно, заводск, улица, театральная, дом 1, это у нас «Храм неба», зелёный китайский, байховый чай, так называемый, зелёная панда, крупно-листовой, грин-ти зелёная панда, у зелёной панды неплохие чаи, мне так, так я думаю, китайский, это порох вообще, как бы, китайский зелёный чай, это порох, ну, типа порох, очень хорошая скрутка, за счёт этой хорошей скрутки, крутой, его хватает очень надолго, я его что-то пока больше не видела на Азоне, на Абуд, если увижу, заказать, подруге своей отсыпала, она как-то ко мне летом приходила, очень надолго хватает, она любит вообще такой хороший зелёный чай, который слегка огорчит, тем более порох, и скрутка отличная, можно совсем чуть-чуть, вот буквально пол чайной ложки, заварки сухой, на эту, на приличный такой чайник в 300 мл, будет вообще супер, в общем, очень классный чай, я его брала даже в деревню, немножко так вроде отсыпала, надолго хватило, очень-очень классный чай, я не помню, сколько стоил, но по-моему, как бы не дороже, чем какой-нибудь там, Гринфилд, Ахмат и прочая требуха, не, я понимаю, что у Гринфилда, как бы, есть неплохие чаи, но покупажи там всё такое, мне по большей части, мало что нравится у Гринфилда, вот только эта японская сенча, юнань, которую давно не покупала, ещё что-нибудь, но, вот, всё-таки, вот вообще классный, если вдруг увидите Гринфилд, ты вот это покупать, и вот это, оно проверенное, оно мне нравится, так, у меня тут в нём лежало, просто надо было как-то это всё упаковать, вот как раз сейчас будет речь о том магазине, кажется, год назад в Ярике как раз была в нём, раньше я в Ярике ездила чисто чё-нибудь, ну, когда уже перестала учиться, закончила пет, я туда ездила чё-нибудь купить, и чая, потом я ездила с какой-то девчонкой пообщаться, а потом с кем-нибудь, а потом я ездила, последнее, вот в прошлом году я ездила чисто пошляться, чё-то себе купить, и вот это, чая найти, тот магазин, который я искала, оказался закрыт, это был уже другой магазин, Ярти, весовой чай, чайные купажи, Бай Мудань, Белый Пион, ни разу не Бай Мудань, вообще это, как бы, я очень люблю Бай Мудань, кстати, вот у зелёной панды неплохой Бай Мудань, Белый Пион, вот именно зелёная панда, ещё что-то такое, вот по типу зелёной панды, какой-то там красный дракон, было, ну, много каких-то там разноцветных драконов в своё время было, вот у нас был раньше магазин одобрения, как бы он и сейчас есть, но изнутри у него сейчас дикси и прочее, такое, другая наполняемость, вот было это и конкретное одобрение, и внутри был магазин, в магазине именно был внутри раздел чая, плюс ещё был другой чайный магазин, сейчас вот угли, наш чай, кажется, называется у нас угличей, этот магазинчик, я его когда-то даже как бы отзыв ему отдельно делала, может быть, в плейлисте чая есть этот отдых, и есть вот, был другой чайный развес, и он был в двух местах даже изначально, вот в магазине, который напротив бывшей библиотеки, которая уже не существует, Суриковская, и этот самый вот, и тогда я покупала этот баймудань, даже просто в коробочках, без всякого на развеса, вот отличный был, я знаю, что это такое, потому что в разных фирмах его заказывал этот баймудань, в разных местах, это не баймудань, тут одно название, там брови какой-нибудь обезьяны, или бога обезьяны, или еще чего угодно, но не баймудань, это вот в тему таких людей, как раз этот продавец этого магазина, мне сказал, что Китай выкупил всю сенчу в Японии, о май гуд, бог, кто-нибудь еще, как бы пить можно, но, если все-таки покупаешь одно, а на деле другое, я вообще, если этот магазин еще жив, этот ярти, люди, обходите из ярика этот ярти стороной, не покупайте там ничего, оставьте деньги у ничего в другом месте, короче, вот, можно сказать, один дизлайк, Кота в мешке купила, Лёля называется, а это я давно покупала, последняя моя покупка на Али, когда еще там был в открытую, продавался чай, я не знаю, как сейчас там продается этот чай в открытую, или нет, в каком-то году там запретили чай на Алиэкспресс продавать, я покупала, смолу пуэра, она такими плиточками была, тут было 10 штучек, там 2 или 3 грамма эта плиточка была, ну, честно сказать, вот, бывал и лучше смола пуэра, потому что, вот у этой был, раз на раз, одна плиточка нормально растворяется, все хорошо, а вот другой такой, столько всякого осадка в мусоре, ну, как бы смола пуэра, это сублимированный пуэр, он, по идее, должен растворяться без остатка всякого, без всякого осадка, а здесь был, короче, так себе, ну, в принципе, что в России ее редко найдешь, а где найдешь, иногда бывает такое фуфло, ну, на 4 с минусом, можно сказать, бывало и пуха, вот еще одна смола пуэра, что-то сейчас на зоне ее нету, но, тоже, так себе, смола пуэра, смола пуэра, сегодня МФ, завтра здоровье, фирма, видимо, МФ, чай, вкус мягкий, манящий в свою глубину, имеет терпкое послевкусие, чувак, что это писал, смолу пуэра в жизни не пил стопудово, ну, и, кстати, оно не имело у него никакого послевкусия, терпкое эффект, великолепно тонизирует, бодрит, заряжает энергией, то ли мой организм как-то отвык от пуэра, то ли он уже опуэрился, то и что, ни хрена оно не бодрило, вообще, какое-то странное состояние у меня было, когда я как-то это, по их меркам, наверное, передоснулась этим чаем, близкое такое к эпику, вес стандарт 1 грамм, 1 грамм, количество воды 300-400 миллилитров, время 7 минут, пролив 1, температура 90-95, премиум, и в инстаграме у них есть аккаунт Ти, вот эта палочка МФ, вот эта палочка МСК, тут даже бумажечка у меня осталась, в которую смола была завернута, 450 вроде оно стоило, но сейчас оно где-то так вот стоит, правда, вне наличия, вообще, маленькая такая бумажечка, какие-то бумажечки были с двух сторон голоденькие, какие-то были вот такие, такая маленькая мусоринная смола, в общем, если вот это и вот это сравнивать, то вот это лучше, а это фуфло какое-то, я хочу потом какую-нибудь другую смолу пуэра попробовать, другой гавойной фирмы купить, но у меня как бы сейчас нужды такой нету, ну, нет такого желания, и потом, в принципе, я ее раньше пила, по большей части, когда мне надо было взбодриться, или там за ближайшие полтора суток что-то такое сделать, чтобы мозги работали, испать не хотелось, но когда есть матья, тогда есть смола пуэра не нужна, но матьи, не, есть там матья, но она не такая, и вообще, я не знаю, почему, но меня с той матьи пару раз вырубала, больше я ее как бы не заваривала, зеленый чай, лудзин, колодец дракона, 100 грамм, китайский элитный чай, вот я не помню, то ли он все-таки у меня пошел, то ли он был так себе, я даже не помню, какой я отзыв на него на озоне оставляла, хотя можно где-то тут телефон был достать его, у меня он на руке, рука побывала в пакете, где был этот чай, по-моему, 300 рублей, что ли он стоил, а может и больше, надо вообще глянуть, где у меня телефон такой, а телефон у меня в недосягаемости, короче говоря, по-моему, не особо я им прониклась, но как бы на безрыбье и рак рыба, и он даже намного достойнее, чем смола пуэра, или чем вот этот вот, недобаймудань, но когда не можешь найти что-то вот такое путное, то можно и вот это, на раз, но я как-то покупала на озоне сэнчу, и она была такая отвратная, пересушенная, китайская сэнча, что вот колодец дракона, этой фирмы Меган 2000, расфасована им, а вот точно тоже Чекеслон, Чекеслон, кто смотрел мой обзор на матью Сазона, Чекеслона, то вот это одной, от той же самой фирмы, короче, Чекеслон, Слон он так себе, и та мать, она, конечно, хорошая, все ништяк, но она почему-то меня вырубает, может чисто на меня так действует, ну, в общем, если я вдруг увижу на озоне, то я вряд ли его буду покупать, скажу честно, я вам не советую, лучше попытайтесь счастья в какой-нибудь другой фирме, или может в вашем городе, в населенном пункте, есть какой-нибудь магазин на развес зеленых чьев, вот у нас есть магазин еще, я не помню, как он называется, чайная лавка что ли, просто рядом с Ашаном, я там тогда пыталась, что-то покупала, с завышенными ценами, средненькое качество, как на деле вышло, и оно, там продавец вообще не в курсе, что такое колодец дракона, да, кстати, еще один пакетик, как отца у меня тут был, от японского чая, это как бы сорт тоже Матти, тут Матти, с мелко-мелко порубленной, была, с мелко порубленным зеленым чаем, называется Матти, Грин Ти, два в одном, один в двух, хрен знает, но вообще пакетика хватало на две чашки, на две заварки, мне приятель сказал, что в принципе можно его на две чашки оставить, я именно благодаря этим пакетикам, и ему узнала, что оказывается, чайные пакетики, на вот макнул, ну так вот, делать в чашке, а раньше, когда я на некоторых своих знакомых, ещё по прошлой, прошлой, прошлой своей работе смотрела, так, во время чайпития в 11 часов утра, нахрен они вот так делают, зафига они этот пакетик, стирают в чашке с чаем, а кацана так делать, чтобы вот можно было ещё пакетик, куда-нибудь заюзать, да, и тут, мне они где-то лежат, но я не помню где, надо будет найти, скопидомок-то я, приятель сказал, что тут на каждой, с каждой стороны, вот на обратке, на каждой оборотке, каждого пакетика, их по-моему 15 что ли было, я уж не помню, разные хоку, вот, может кто-то из вас знает, можете прочитать, я реально сравнивала, там на каждом, разное что-то написано было, да, он мне тоже понравился такой, со мной поделились, там у человека, я так поняла, была коробочка этих пакетиков, но я тут закончился, у меня ещё по-моему 2 пакетика есть, это китайский чай, 8 драгоценностей, он же называется, нектар боков, он же бабао, я про него по-моему делала отдельный обзор, плюс ещё именно про этот чай, тоже делала обзор, когда мне зритель по имени Влад, присылал чай, в общем, срок у него годности, по-моему, уже закончился, покупался в Китае, сделан китайцами, если я правильно читаю, или он сделан был 3 марта 2017 года, или он до 3 марта 2017 года должен был жить, ну, в общем, в итоге он закончился, бабао, если вам лениво смотреть, допустим, и обзор про бабао, искать там этот мой отзыв на чай, присланный этим самым Владом, то там обычно тростниковый сахар, какой-либо чай, зелёный, чёрный, чаще какой-нибудь, улун даже, пыр бывает, и 6 ещё составляющих, может быть, ромашка, может быть, роза, финик китайский, ягоды годжи, что-то ещё, листья лотоса, главное, чтобы было 8 составляющих. Раньше в России можно было купить от верблюда, этот бабао, продавался в пачечке, не тут, именно вот каждый пакетик на одну заварку, а там был такой росы, пилограмм на 100, у меня такая коробочка ещё раньше давно-давно была, но я давно не видела у нас, чтобы продавался верблюд, и я его тогда покупала именно в том магазине Добрыни, внутри которой был сейчас вот там Дикси, а раньше был именно вот магазин сам по себе Добрыни, и вот в этой Добрыни я покупала его, и иногда ещё где-нибудь встречалась, но давно, в общем, не видела, даже что-то на сайтах, и на Озоне, не знаю, есть ли он, специально не смотрела, сейчас подумала, что может быть посмотреть, но как бы он мне давно не встречался, раньше у нас ещё на часовом был магазин, маленький такой чайный лоточек бабушка торговала, там можно было купить зелёный чай, или даже мате 100-граммовую пачечку фирмы Люта, очень хороший чай, монах, тот же верблюд, потом тот же зелёный дракон, либо чёрный дракон, и ещё этот конфуций, и вот бабао можно было найти у верблюда, а так можно, соответственно, как бы китайское, китайцами сделанное, распасованное, маленькие пакетики, по 20, либо 60 грамм, чьи бы раньше были, не знаю, как оно есть или нет, подруга мне раньше привозила из Москвы, из какого-то единственного, она всю Москву чайного магазина находила, помню, тогда под Новый год купила два разных пакетика, и по-моему по 60 что ли рубля, они или по 50 были, я думаю, что два единственных пакетика было на всю, на всю Москву в единственном магазине, нашла и присылала мне тогда, как бы привозила, она училась в Москве, приезжала, сама из Углича приезжала, мы сейчас как бы не общаемся, можно сказать, разошлись интересы, но она у меня висит в друзьях, я у неё висит в друзьях, на истерии друг друга с Новым годом, с Днём рождения поздравить, в общем, хорошая часть, спасибо тебе, Влад, и вот тоже вообще дизлайк полнейший, когда я пыталась очень вежливо и витиевата попросить приятеля скинуть мне ещё чая, потому что религия не позволяла просто написать, Ничан, купи мне Якаан, как бы вот подругу я могу свою попросить, с некоторыми людьми, даже которых я очень давно знаю, в том числе в реале, у меня религия не позволяет прямо попросить, они обижаются, и начинают меня ругать, что я вот очень витиевата прошу, короче говоря, я в Ашане шарахалась и увидела Липтон, Матча по-японски, бодрость от природы, Матча, зелёный чай, 100% натуральный продукт, по скидке 94 рубля, был 20 пакетиков, за 94 рубля, люди, я такое Гэ купила, я его вообще как бы это, ну, я его допила от безысходности, Липтон тут гордится тем, что у него зелёное производство, электроэнергия ветра, бла-бла-бла, сделала-то это Юни Левер Россия в Питере, а чё же у нас в составе, да, у него ещё есть Ройбуш и Куркума, Куркуму, видимо, тоже пьют, не знаю, вот Ройбуш африканский, ну, как бы Ройбуш сложно испортить, он такой вот, там сам по себе, конечно, чистый Ройбуш, редко можно найти, даже на развес там в каких-нибудь интернет-магазинах, у Гринфилда есть Ройбуш, но дело не в этом, просто вот увидела тут на этой пачечке, в общем, если вы в Ашане увидите, или ещё где-нибудь вот это вот, люди, обходите это стороной, бегите от этого, прячьтесь куда-нибудь, это не то, что вы думаете, если вы хотите познакомиться с матьей, то лучше купите за большие деньги эту матью, или за не очень большие, какую-нибудь третий сортную, состав зелёный чай, как зелёного чая матья, когда я прочитала про экстракт, я немножко поофигевала, сделано у нас от 24 апреля 2020 года, и до 23 года того же дня оно будет жить, как бы тут, где бы тут найти-то, самый парашный зелёный чай китайский, может быть российский, есть хороший зелёный чай российский, этот краснодарский, красноярский, я их путаю, а есть парашный такой чай, ну как бы изначально такуз был нормальный, но его, видимо, хреново сушили, плохо хранили, и вообще он пересушен, и какая-то несусветная гадость, даже рядом стоящего аромата и вкуса, и цвета с матери, там, с энчей, видимо, закос был под ябукиту, потому что ябукита, в принципе, это смесь двух видов чая зелёного, как раз, как тут, но вообще не знаю, как с чем сравнить, вот традиционный японский чай, матья, производят, я читаю матья, хотя тут написано матья, производят из молодых чайных листочков, затемнённых перед сбором, и потому особенно богатых натуральным антиоксидантным хролофиллом, тщательно отобранные листочки бережно измельчают тончайшую пудру, которая, попадая изумрудной взвесью в чашку, изумрудной, они вообще как бы изумрудный цвет представляют, ну как он выглядит, вот это точно не так, как тут, изумрудная взвесью в чашку отдаёт максимум вкуса и природной пользы, изысканный и восхитительно вкусный дуэт нежного зелёного чая и классической японской матьи наполняет полезной энергией, помогает сконцентрироваться и дарит чувство собранности. Ничего он не дарит, ну кроме как деньги у тебя отберёт за то, что ты это купил. Ну и тут как бы не написано, какой это зелёный чай, но мы уже поняли какой. Короче, Юни Леви, вы такое Г делаете, делайте лучше нормальное что-то или вообще лучше ничего не делайте. Познай секрет бодрости. В общем, сейчас я вам покажу, что у меня тут не фавориты или то, что не очень фавориты. Чтобы вы вдруг, если забыли, вспомнили и не тратили свои деньги на это гавуно. Начнём. От этого магазина бегите куда подальше. Если вам хочется первый раз это попробовать, то едьте, пожалуйста, в Коломну. Там есть музей пастилы, там вас этим чаем напоят. Может, конечно, оно дорого, но зато оно того стоит. И он там даже продаётся по 50 грамм. Я не помню цену, но я там покупала. Он вполне себе хороший чай. Отличный вообще практически. Так. Я думаю, что этого может даже уже нет, потому что продавец этого чая, по-моему, канул в лету. Ну, если вам хочется смолы пуэра, а больше ничего нету, а есть это, то можете эту купить. Только приготовьте, что там 50 на 50 будет мусор. Смола пуэра от фирмы МФ. Больше тут никаких опознавательных знаков нету. Лучше купите вот эту смолу. И полный отврат. Мне вообще всегда казалось, что чай Липтон, это чай, это какая-то минералка, в общем, какая-то газировка отвратная с кучей химии. Раньше у Липтона попадались нормальные купажи и вкусные чаи, но вот это явно не их конёк. Затем я с вами прощаюсь и пойду снимать другой ролик. А вы можете то что-то иное посмотреть. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего чая, всем пока!